Жители улицы Колотилова могут вздохнуть спокойно. Дом, который несколько лет держал местных в постоянном напряжении, наконец сносит. Деревянную двухэтажку 1928 года постройки признали аварийной в 2012. Окончательно расселили, правда, только в прошлом году. С тех пор здесь жили бомжи, устраивали шумные праздненства, трудные подростки. Строение трижды горело. Подрядчики планировали дом снести еще летом, но возникли трудности с отключением объекта от газа. На данный дом выделено 270 тысяч рублей для сноса, плюс отключение газа. Порядка где-то 50 тысяч рублей отключение газа встало от данного дома. Данный дом снесем, порядка 3-5 дней и вывоз мусора всех этих досок, то есть на полигон, ТБО. И засыпем все песком. Порядка 3-4 машин песка заложена и разровняем территорию. Управится подрядчик за три дня. В первый снесут сам остов здания, во второй разберут каменный фундамент, на третий площадку превратят в пустырь. Земля в центре города лакомый кусок для потенциальных арендаторов. Пока участок отойдет к мэрии, дальнейшую его судьбу будут решать чиновники. Местные жители уже строят планы. Народ говорит, поставят девятиэтажку, наверное, на подъездную. Я говорю, да ладно, куда тут ставить-то ее, потому что, говорю, просто некуда. Людям вздохнуть надо вот этому четырехэтажному дому. Он тоже старый этот дом, довоенный. Я бы хотела, чтобы здесь была зеленая зона. В этом году мэрия запланировала снести 13 аварийных объектов – жилые дома и хозяйственные постройки. На эти цели бюджет выделил чуть меньше двух миллионов рублей. Этот объект был в списке последним. Сезон подрядчик закрыл. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.